Девушки отдыхают Мы были свидетелями, когда он распространял именно тот ислам, который позволил сегодня мусульманам сохранить эту религию в самые трудные времена. Поэтому шейх Мухаммад Садых является, наверное, учителем не только для мусульман Узбекистана, но и для мусульман России и СНГ. Потому что его книги сегодня как раз отмечают то положение, в котором сегодня мусульмане находятся. И отвечают на те вопросы, которые сегодня мусульмане ищут. Я думаю, что его труды заложили именно ту основу, которая позволила сегодня жить совместно с разными народами, с разными религиями в дружбе, в мире и согласии. И также, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить мусульман Республики Узбекистан, ну и мусульман всех стран СНГ и России в том числе. И с великим Рамазаном, который дает нам возможность вновь обновить нашу веру тех людей, которые немножко, может быть, заблудились, вернуться в лоно ислама и начать жизнь с новой страницы. Также я хотел бы поздравить народ Узбекистана с избранием нового президента, который открыл такие широкие возможности для развития культуры Средней Азии, мусульман. Потому что в действительности, ведь Средняя Азия всегда была она колыбелью ислама. Там родились такие великие ученые ислама, как имам Тирмизи, имам Бухари, другие. И поэтому, я думаю, вот то наследие, которое сегодня раскрывают эти народы, к ним можно также присоединить и нашего шейха Мухаммад Садиха, Мухаммад Юсуфа. Спасибо.